здравствуйте александр викторович добрый день наверняка вы общаетесь с врачами с теми кто круглосуточно живет в бсмп вот что они вам говорят и как вы их поддерживаете может быть что-то на что-то жалуется может быть просьбы какие-то были я с ними естественно общался и в том числе посредством видеосвязи отличительная особенность от нашего персонала которая работает с инфицированием заключается в том что они находятся там на автономном режиме это правильное решение потому что даже если кто-то из них заболеет и переболеет особенно в легкой форме такие ситуации у нас уже есть это к сожалению неизбежно то тогда это будет самый боеспособный человек коль скоро у него уже есть антитела и у него все в порядке я думаю что настроение хорошее спасибо им большое еще раз они действительно молодцы они герои и мы будем поддерживать их как материально так и морально постараемся в том числе не забыть и их семьи знаете вот когда я общался с врачами то как раз вспомнила там выражение одного из итальянских футболистов который сказал что теперь играет только одна команда команда врачей я нашим врачам сказал что вы имеете ввиду у вас очень много болельщиков которые будут не только вам аплодировать но и реально работать вместе мы знаем что некоторые регионы российской федерации закрывают границы ставят ну прямо до блокпосты другие разрабатывают у себя и уже внедряют вот эту систему qr-кодов да когда там но следят за людьми которые на самоизоляции выходят куда-то как вы считаете нужно ли нам что-то подобное вводить в регионе мы буквально вот вчера там как бы запустили эту систему знаете я считаю что техника ради самой техники какого куража что называется нам не нужна вот даже элементарная вот те ограничения элементарные механизмы их обеспечения которые вот действуют течение нескольких дней они дают эффект все-таки большинство людей к этому прислушивается и огромное им спасибо за терпение и за понимание то же время у нас есть хорошие наработки может быть одни из лучших в россии я имею эту систему аккредитации на универсиаде и здесь она помогает мы вот буквально в течение трех дней и ночей ее реанимировали и будем готовы с этой неделе для предприятий которое начинает работать ввести систему аккредитации по принципу универсиады когда на каждый работник предприятия получит индивидуальный код и ему просто нужно знать эти четыре цифры любой сотрудник полиции открыв планшет или свой телефон может ввести этот код сравнить его с фамилией и понять зарегистрирован не зарегистрирован на это должно идти просто на пользу самим людям облегчать соответственно систему регистрации но в то же время вот я такое поручение дал чтобы внедрение этой системы она не отменяла прежние самые простые вот правила что называется саморегистрации там на бумажке на бланке на каком-то которое понятны нам и нашим родителям и это бы эти вещи существовали бы либо параллельно либо вот эти современные технологии они бы просто вытесняли вот то что действует сейчас то есть не надо это делать ущерб людям это должно быть облегчением все эти современные вещи но я все-таки схожу из того что ну нам не нужно будет вводить эту систему на долгие месяцы а тем более годы очень бы хотелось чтобы к лету мы могли свободно ходить по городу гулять на набережной ездить на природу работать без кваркодов и объяснительных александр викторович а вы где берете информацию ну понятно что мы все смотрим федеральные каналы смотрим то что написано в интернете газеты читаем а у вас есть какие-то свои источники безусловно помимо обычной информации на если служебные источники которые приходят по линии штаба федерального поле не минздрава роспотребнадзора и так далее да это есть а какие-то издания не читаете зарубежную прессу не читаете читаю безусловно читаю и вот это необходимо делать именно потому что все это там идет на месяц раньше и поэтому надо для того чтобы предвидеть надо это знать медики члены вот этого экспертного совета говорят что пик в красноярском крае заболевания еще не пройден может быть даже россии начали тем не менее на фоне вот этой всеобщей самоизоляции которые призываю призывают все а в минувшую субботу вы своим указом расширили перечень тех организаций этих отраслей предприятия которых могут работать вот с чем связано было это решение то есть знаете это ведь нам нельзя сначала предотвратить эпидемию а потом запускать экономику если у нас предприятия постоят один месяц там восстанавливать уже будет нечего остановить проще а вот запустить гораздо сложнее поэтому вот надо найти такую золотую середину и значительную часть не только отдельных предприятий но и целых отраслей мы все-таки запускаем в работу жизнь ведь не остановишь идут стройки у нас на на су что называется посевная у нас обостряется лесопожарная обстановка лесопожарный сезон наступает у нам надо готовить северный завоз и многое многое другое есть целый ряд предприятий с непрерывным циклом производства поэтому открывать вот эту калитку а потом что называется ворота нам безусловно нужно кстати говоря вот этот процесс он тоже еще более такой напряженной с точки зрения так скажем внутренней решимости нежели решение о об остановке одномоментной и теперь у нас есть такой отраслевой подход по группам но работает одновременно определенная определенные механизмы которые будут допускать и принятие точечных решений по отдельным предприятиям мне бы очень хотелось чтобы и в ближайшее время открылись и парикмахерская открылись и там салонной красоты и и магазины где должен продаваться инвентарь там грабли рассада и так далее скоро же ведь этот сезон зоомагазины же открыли это очень хорошо ветклиники тоже нотариуса начинает работать вот день за днем мы будем смотреть как будет развиваться ситуация и отпускать 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 но заметно уже что на улице вот больше людей больше машин тогда тем кому разрешили должен быть какой-то больший контроль вне всякого сомнения я это сказал и в своем обращении но дело не в обращении дело в том что непременным условием разрешения на работу предприятия является выполнение санитарно-эпидемиологических норм это и минимизация персонала переход если возможно на удаленные формы работы это соблюдение этих требований на работе там маски санитайзеры и прочие вещи если возможно то доставка работников служебным транспортом и это возможно в частности еще и потому что сегодня значительное число нашего общественного транспорта освободилось и можно привлекать их то есть набор этих требований он существует и более того параллельно запуском предприятия будет наращиваться контроль за тем как предприятия эти требования соблюдают такие отдельные какие-то случаи отдельные запросы от предприятий были они уже они уже есть и решения по будут приняты максимум в течение трех дней значит на ведь настолько сложный процесс вот мы разрешаем там предположим работу по организации северного завоза для того чтобы это пошло надо разрешить работу транспорту которая обеспечивает доставку а для того чтобы разрешить работу транспорту который это доставляет надо но условно говоря станции технического обслуживания чтобы работали а станции технического обслуживания и далее и далее по цепочки поэтому такая ручная настройка она требует конечно внимания и какого-то времени но решение мы будем принимать оперативно и вот в этой связи хотел бы сам добавить я сказал о том что и такие ограничения будут сниматься в том числе и не только по предприятиям но по отдельным территориям вот в сельской местности предположим если к ним никто не приезжает и если у них налажен надежный контроль за въездом выездом если внутри все спокойно ну можно как-то обойтись наверное без этих внутренних ограничений либо у нас есть целый ряд населенных пунктов на севере там никого не было и ближайшее время не будет поэтому естественно вот точечно мы буквально в этой неделе группу таких населенных пунктов муниципальных образований освободим от необходимости соблюдать излишние ограничения еще немножечко о передвижениях вот сейчас хорошая погода вы сказали начинается скоро постивная и люди хотят в свои огороды на свои дачи попасть и это железнодорожное передвижение в некоторых случаях до электрички и там тоже некое скопление народа вот как я понял но все-таки здесь будет необходимо и точно соблюдать требования указа и вот режим самоизоляции в тот момент когда вот этот сезон начнется но и применительно к транспорту у меня есть следующий подход нам не нужно уменьшать количество электричек нам не нужно уменьшать количество автобусов с тем чтобы как раз там не было скопление людей тем чтобы люди могли садиться через кресло через ряд и пусть электрички ходят абсолютно свободными но это будет лучше прежде всего для самих граждан несмотря на то что это может быть будет и не так рентабельно александр викторович вот вы когда подписываете ну да определенные документы ну вот как вы говорите сейчас о каких-то послаблениях то предприятие вести то вы сами лично внимательно изучаете у нас создан механизм создана определенная группа людей которая соединяет представители разных отраслей и мин экономика это их работа и только этим так скажем ручной настройкой они занимаются но общие подходы я контролирую сам александр викторович но понятно что многие жители красноярского края живут нелегко некоторые что называется от зарплаты до зарплаты расскажите пожалуйста о мерах социальной поддержки вот это непростое время ну и может быть о том какую поддержку какую помощь кровавая власть будет оказывать предпринимателям то есть хороший вопрос и самый сложный вопрос но для понимания мы должны исходить из простой вещи что каких-либо резервах как какой-либо кубышки в крае конечно нет и в других субъектах федерации мы работаем в рамках бюджета собрали налоговые и неналоговые доходы в течение года и их распределили резервных фондов субъектов федерации нет наш бюджет выглядит очень убедительно а именно 250 точнее 252 миллиарда рублей но мы должны все-таки рассчитывать на то что скорее всего вот те рассчитанные ранее доходы будут фактически поменьше почему мы экспортно ориентированный регион и у нас есть целая группа предприятий которые очень сильно зависит от цен на мировом рынке ну вот простой пример нефтяники они нам давали до 30 33 миллиарда рублей смотрите что происходит сейчас с ценами в этой сфере упала в разы поэтому мы безусловно уже в начале года должны исходить из того что расчетная величина на самом деле не подтвердится предприятие цветной металлургии тот же самый норильский никель главный на сегодня наш налогоплательщик как поведет себя мировая экономика ведь кризис характерен не только для нашей страны но и для мира в целом то есть я исхожу из такого ну так скажем сдержанно оптимистичного сценария и мы просчитываем некие так скажем стресс события оцениваем порядка там нескольких десятков миллиардов рублей которые мы можем недополучить это к вопросу о том кому и в какой мере мы в состоянии помочь это с одной стороны с другой стороны надо также понимать простую истину что достаточно взять компьютер и путем несложных операций за три минуты вы придете к выводу что объем обязательных платежей в крае очень высок это заработная плата работникам бюджетной сферы это содержание детских садов школ коммунальные платежи у них а также у нас очень серьезную долю составляют оказание социальной помощи гражданам такая статья у нас практически процентов 40 населения получает разные виды социальной поддержки таким образом если посмотреть то объем обязательных платежей наших наших расходных обязательств составляет порядка 180 миллиардов и люфт если иметь ввиду что может сократиться он не такой велик о чем о чем можем отказаться наверно от каких-то строек от ремонтов дорог но с одной стороны их же надо вести коль скоро и дороги надо поддерживать нормальном состоянии и есть не отложные ремонты а не только кап строительства но и еще важная составляющая ведь там тоже заняты люди поэтому это такая тонкая вещь и надо сказать откровенно что возможности края в этой области плане помощи вот на абсолютно конкретных примерах они не так уж велики в то же время мы твердо настроены на то что мы должны прежде всего сегодня поддержать людей которые оказались трудной жизненной ситуации это означает что пособие по безработице будут увеличены в полтора раза у нас есть такая статья как разовые выплаты людям оказавшихся именно в трудной жизненной ситуации прям такая формулировка мы сейчас будем добавлять безусловно туда денег мы должны поддержать ресурсно снабжающие организации с тем чтобы они не вздумали отключать там отопление отключать людей от подачи электроэнергии и так далее независимо от того платят они или не платят вот это насущные вещи которые являются условием нормальной жизни в крае и естественно мы должны помочь наиболее пострадавшим предприятиям малому среднему бизнесу и потому что они неотъемлемая часть нашей жизни сегодня да и с другой стороны если они будут закрываться то те кто у них работал пополнят армию людей которым не на что будет покупать продукты питания одежду лекарства не на что будет жить и мы их начнем финансировать именно поэтому вот такая грань кому в первую очередь помогать конкретным людям или предприятиям она достаточно сложная мы мониторим сейчас ситуацию прошло всего реально 10 дней после этого стресса и конечно будем на нее оперативно реагировать я уже говорил еще раз буду подтверждать что мы сделаем обязательно все что мы сможем сделать и сделаем это знать открыто я человек деревенский поэтому хорошо вот знаю и помню что в сложных ситуациях бывает так когда садятся все семьей люди и говорят либо валенкой будем покупать значит сыну чтобы он школу мог ходить либо все-таки сделаем так чтобы корова у нас осталась и давала нам молоко вот по такому же принципу я думаю что мы должны действовать в нашей большой красноярской семье но в целом вам не стыдно за то как красноярцы жители края переживают вот эту эпидемию пандемию во всем мире то есть насколько они дисциплинированы насколько они открыты душевны а знаете я никогда не пытался сравнивать но я всегда гордился тем что я красноярец я вот даже когда захожу в самолет я вижу там наших женщин наших мужчин они просто особенно я не знаю даже как это описать они знают себе цену они любят свободу и я думаю что чего чего вот а стойкости у них хватит поэтому я уверен что все у нас будет хорошо александр викторович вы уже не раз говорили что для победы над коронавирусом красноярцам нужно три вещи это организованность выдержка и солидарность что вы вкладываете в эти понятия то о чем я говорил организованность прежде всего конечно у нашего передового отряда медиков она там безусловно есть это некрасивые слова они работают и организаторы здравоохранения и и сами медики сейчас практически круглые сутки до организованность красноярцев вот то о чем мы говорим всем чтобы они руководствовали здравым смыслом и и и и совестью мы должны работать действительно очень четко как одна семья как одна бригада что называется все три миллиона выдержка начиная с простых вещей потерпеть потерпеть месяц пожить в таких непростых условиях но а солидарность солидарности у нас слава богу хватает наверняка александр викторович вы видите в интернете очень много мемов какие-то веселые где-то есть даже черный юмор как вы к ним относитесь можно сейчас смеяться я отношусь к этому хорошо более того хочу сказать что там периодически все таки делюсь вот этими замечательными картинами в том числе и с близкими людьми скажу вам откровенно даже вот здесь в этой серьезной обстановке там периодически обмениваем с этими вещами и с генералами и с вице-премьерами поскольку без этого без юмора жить нельзя александр викторович а вы сами не боитесь заболеть коронавирусом как вы защищаете себя своих близких ну и наверное вот эта нынешняя ситуация внесла какие-то свои коррективы в организацию работы быта ну наверное вот выражение боюсь заболеть это не для меня я правда не боюсь заболеть я уже давно ничего не боюсь а вот что касается но изменение режима ну конечно есть это собственно говоря даже делается и без меня коль скоро и вот коллеги которые со мной работа секретари там ходят масках стоят разные там гигиенические средства и знаете мне иногда приходится надевать маску и в том числе при появлении в общественных местах и не только для того чтобы себя сберечь я себя так как-то пытаюсь прикинуть что на самом деле должен пример другим подавать и эта бравада никому не нужна и естественно по мере того как эта ситуация будет осложняться она будет осложняться все мы должны отказываться от привычных стереотипов и жить в новых реалиях соблюдать элементарные требования носить маску думая не только о себе но и о тех кто нас окружает но вам как главе региона вашим заместителям тесты делают периодически или это секретная информация знаете делают я не знаю честно говоря технологии есть поэтому поводу специальные механизмы что касается мне то я этот тест прошел и вы наверное знаете почему так оказалось что я летел в самолете с женщиной которая возвращалась из франции и у нее был выявлен коронавирус она сидела не рядом со мною и поэтому по стандартам которая существует роспотребнадзоре этот тест был не обязатель но тем не менее мне его сделали все в порядке мы с вами говорим про маски да а мне кажется вот этот вопрос который я вам еще задам интересует наверное каждого жителя красноярска красноярского края если сегодня понимание в ближайшем будущем ближайшие дни может быть пару недель появится ли маски в аптеках да и как я сказал я думаю что они появятся не могу сказать с точной с абсолютной уверенностью но основание для этого у нас есть причем желательно конечно вот как я не медик но тем не менее и читаю и слушаю специалистов маска нужно ведь не только для того чтобы вот инфекция не проникла что называется собственно через маску она нужна и для того чтобы уберечь человека от инстинктивного прикосновения к лицу это пожалуй самое важное поэтому независимо от качества маски она помогает и вот у нас здесь я смотрю коллеги наносят такие очень оригинальные цветные маски которыми шьют жены и начинает уже соревноваться в том кто выглядит более эффектно и экзотично я думаю что полезно скажите но а для вас лично сейчас самое сложное что я не знаю меньше общаться с людьми меньше передвигаться вот то вам больше всего доставляет неудобства просто как человек знаете я привык вот проводить совещание разговоры все-таки вот непосредственно глядя в глаза реагируя на разные реплики теперь мы проводим все начиная от штабов заканчивая президиум правительства только вот по видеосвязи и больше используем телефон я думаю что где-то снова всяком случае так с половиной восьмого утра до 11 я практически непрерывно говорю по телефону и это конечно не самый правильный способ общения это небольшая вот такая сложность если я можно назвать которая изменила что называется форматы работы но с другой стороны вот я смотрю что в этом есть какой-то плюс и поскольку сообщение указания они стали более рваными конкретными и может быть более эффективным как говорится что не убивает делает нас сильнее пройдет наверняка же все это пройдет и мы будем не соблюдать уже такую дистанцию будем большем коллективе собираться скажите как вы считаете и как быть для себя как губернатор как человек считаете какие мы все же из этой всей истории должны выводы для себя сделать моральные может быть организационные кстати о гарнизонных вы спросили вот ведь многие предприятия вот переходит на удаленные форматы работы оказывается можно обойтись без присутствия человека на рабочем месте можно было непривычно теперь да многие теперь вынуждены пользоваться компьютером другими средствами связи которые как-то раньше не доходили руки мы станем умнее в этом смысле мы станем экономнее поймем что можно обходиться меньшим количеством персонала но самое главное я в этом уверен мы станем действительно сплоченнее и сильнее я абсолютно в этом убежден спасибо большое спасибо спасибо